Война. День 114. Ситуация на фронтах. Сегодня в Черном море было уничтожено очередное российское судно. На сей раз буксир Василий Бех, который осуществлял снабжение гарнизона на острове Змейный. Это судно водоизмещением 1670 тонн. По предварительной информации по нему был нанесен удар противокорабельной ракетой «Гарпун», а «Байрактар» помогал отследить цель. Экипаж корабля составляет 26 человек. Сколько еще было военных на борту, пока неизвестно. Но известно, что буксир перевозил зенитно-ракетный комплекс ТОР в воздух. Россияне продолжают наносить удары по железнодорожной инфраструктуре с надеждой повредить поставкам оружия в Украину. Но все эти удары совершаются наугад, в результате чего страдают в основном мирные жители. Вчера был нанесен удар по поезду с гуманитарной помощью. Предоставленной всемирной детской кухней, который следовал в Краматорск с грузом продуктов для мирных жителей. В свою очередь, вчера было сбито два российских вертолета, один из которых Ми-35, сбитие которого попало на видео. А еще в Белгородской области разбился Су-25 РФ. Восток. В районе Харькова россияне пытались наступать в районе Кочубаевки, но там их атака была отражена. Южнее, в районе Изюма, два дня назад россияне вошли в Богородичное. Украинские силы ударили им во фланг с юга, уничтожив еще одну батальонно-тактическую группу, третью за четыре дня только в этом районе. Как обычно, это была ночная операция под руководством спецназа, что русским меньше всего нравится. Сейчас Богородичное можно оценить как оспариваемое. Как и долину, которую по традиции россияне объявили уже захваченной, хотя цену таких объявлений мы с вами хорошо знаем. Можно вспомнить то же село Долгенькое, которое по заявлениям Минобороны РФ было взято еще месяц назад. В этом районе российской армии огромные проблемы доставляет местность. Тут много невысоких холмов, много впадин и прудов, пользуемых украинцами для укрытий, много лесов и небольших озер, и все это в окружении невысоких деревьев и кустов. В общем, идеальная местность для засад. В Северодонецке продолжаются городские бои. Связь с городом имеется, хоть и затрудненная. В районе Попасной российская армия снова атакует. С западной стороны россияне снова заявляют, что отрезали дорогу Т-1302, Бахмут-Лисичанск. Однако доказательств этому нет, и судя по всему, трасса остается под контролем Украины, но простреливается. Также российские войска пытаются продвинуться с севернее Ташковки, направлении Устиновки, и на запад, чтобы окружить Золотое. Им удалось захватить Катериновку. В направлении Бахмута россияне пока не могут продвинуться к Солидару. Между населенными пунктами Стряповка и Владимировка идут тяжелые бои. В районе Светлодарска российские войска прорвали Украинский фронт вдоль трассы М-03. Наступая из Ведроджине, они продвинулись на юг по трассе и были остановлены только после взятия вершины. При этом они оказались в тылу, участка линии разграничения с севернее Горловки, который, как они утверждают, атаковали и с юга, в направлении Зайцево, Травневое и Доломитное. Несомненно, украинские части к востоку от Бахмута были все еще слишком малочисленны, поэтому им пришлось оставить позиции, которые удерживались в течение 8 лет, чтобы избежать окружения. Тем временем строится новая линия фронта, от Покровского до Зайцево. Это важный участок, так как он защищает двухпутную железную дорогу от Горловки до Попасной, благодаря которой россияне могут улучшить свое снабжение. Дальше по линии фронта сообщается о обстрелах, но ни о каких продвижениях пока неизвестно. Юг. На юге идут бои вдоль всей линии фронта. Поступают сообщения о освобождении некоторых сел и о продвижении вперед, но это пока не подтвержденная информация, поэтому, думаю, стоит подождать. Видео сделано на основании отчета австрийского военного аналитика Тома Купера, карт Натана Рассера, карт Вормап. Продолжение следует... Расс점 Dog Swin